Алексей Козлов представляет А это означало, что небольшая часть советской молодежи, не поддавшейся оболваниванию со стороны родителей и учителей, самое интересное в своей жизни время, то есть в основном это были танцы, проводила в условиях глухого подполья, поскольку джаз в Советском Союзе был запрещен в соответствии с таким лозунгом. Два мира, две идеологии. На многих плакатах, которые висели и в школах, и даже на улицах, изображались два мира. С одной стороны, это были счастливые и трудолюбивые советские люди, а с другой – мерзкие, противные уроды, характеризующие собой современную буржуазную культуру. Поскольку к тому времени я уже был совершенно сознательным фанатиком джаза, и все высказывания наших идеологов о том, что джаз – это уродливые, отвратительные и даже вредные для здоровья искусства, казались нам полной чушью. Поэтому мы и начали издеваться над этими фразами и придумали вот такое выражение, как «два мира, два Шапиро». Ну а теперь давайте посмотрим на эту проблему под несколько другим углом. Дело в том, что не так давно мне удалось посмотреть рекламный ролик, снятый тоже в те же самые годы американцами. И вот на какие соображения меня натолкнул этот материал. Дело в том, что этот ролик явно пропагандирует оркестр Глена Грея, который в те времена являлся полнейшим антиподом настоящих биг-бендов, таких как Дюк Эллингтон, Каунт Бесси или Бенни Гудман. Если бы в те далёкие времена мне бы удалось чудом посмотреть этот ролик, то я бы согласился с некоторыми высказываниями хотя бы с тем, что джаз – это музыка толстых. Потому что когда глядишь на музыкантов, играющих в этом оркестре, то видишь, что это всё, во-первых, немолодые и очень полные люди, самодовольные. А самое главное – там нет никакого творческого энтузиазма, они играют всё время одно и то же. Заученные партии изображают из себя именно вот то, что называют таким словом, как «American Prosperity», то есть американское процветание. Здесь есть всё. И дорогие рестораны для богатых белых, немножечко танцев, немножечко вокала. Нет только одного – импровизации, вдохновения и удовольствия, которое обычно должно исходить от истинных джазменов. Советую обратить внимание на образ самого руководителя этого оркестра – Глена Грея, который держит в руках белую дирижёрскую палочку, этим самым подчёркивая, что он относится к солидным видам искусства, таких как классика, и постоянно улыбается, стоя спиной к своему оркестру. В общем, зрелище для меня из малоприятных. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА